Я слышу свой голос издалека. А мы тут... О, отлично. Меня слышно? Итак, и так, и так. Это 2009 год, рейс 15-48. Знаменитая история. Самолет, короче, взлетел с JFK. И ему в турбину залетела стая воробьев. Там стая, короче, птиц. Да. Это аэропорт. Не суть. Самолет взлетел. И все. Колоссальные повреждения самолету. Самолет падает. Но проблема, что он над Манхэттеном. То есть под ним просто миллионы людей. Борт полный. Полный самолет. И что делать? Сажать на поле, это погибнут все в самолете. Сажать там в город. Помимо того, кто в самолете, погибнут еще куча посторонних людей. Делать нечего. Пилот за считанные секунды принимает решение, которое просто... Он принимает решение посадить самолет на Хатсон-Ривер. Хатсон-Ривер – это река. Все такие, лучше бы ты на Манхэттен его посадил. Честно. Не. Ну, короче, это очень трудно сделать. Почему? Потому что необходимо, чтобы нос по определенным градусам, крылья определенным там, чтобы он не разбился. И несколько лет до этого кто-то попробовал. И все погибли. Ну, вот так вот он принимает решение. И говорит пассажирам, спокойным голосом. Все нормально, говорит. Сейчас, говорит, все погибли. Сейчас, говорит, все, посадим самолет на реку. Пожалуйста, пристегнитесь, говорит. Попрощайтесь с близкими. Говорит, сейчас все будет хорошо. И сажает самолет. Вот так. Выравнивает его идеально. Мягко сажает самолет. Просто чудо какое. Как будто он делает это 150 раз. Всех спасают. Он герой передачи, короче, про него снимают. Все дела. И одну из передач его спрашивают. Говорит, вы, говорит, как вообще? Вы, говорит, приняли решение. Говорит, просто беспрецедентное. Так, как будто вы это делали 150 раз в своей жизни. Говорит, ну, хорошо, посадим на реку, да? Никому не удавалось. Говорит, как вы вообще, говорит, смогли такое сделать? Говорит, вы знаете, в детстве, говорит, мне сообщили. Я никогда не забыл этот день, когда мне сообщили, что моего отца больше нет. Как мне было больно, как я плакал, как я, да, запомнил каждую деталь. И я подумал, что на моем борту, говорит, сколько таких, говорит, людей, говорит, которые не вернутся к своим сыновьям, не вернутся к своим дочерям, сколько жен, сколько мужей, не вернутся к женам, сколько. И эта боль, да, о том, что я должен, это в моих руках, я обязан. То есть в других вариантов нет. Дала мне такую силу, такую уверенность, говорит, я просто делал, как машина. У меня была доля секунд, я выбрал самые оптимальные. Я даже не волновался. Я просто сажал самолет на реку. Нету большей силы, когда человек способен, знаешь, мы находимся сейчас в сферате омере, черпать силу из, да, сострадания к другим людям. Да, всегда уметь себя поставить на место другого человека, по-настоящему почувствовать, да, чтобы понять человека, необходимо уметь ставить себя, да, на место этого человека. А судить отвлеченно очень легко и неправильно, да. Да, поэтому написано в перке, а вот, да, никогда не судья о ближнем, пока не окажешься в его калоше. Да. Окей. Что хотел сказать? Хофицхайма хотел сказать? Хофицхайма была история, похоже, он ехал в поезде, там были какие-то ребята, и он ехал в радио. О, вы знаете, Хофицхайм, такой великий Хофицхайм, такой великий Хофицхайм. А, потому что по-другому было. И они его не узнали, они его не узнали, начали над ним издеваться. Открой окно, закрой окно, пепел, дут на него, он, бедно, учится, ничего, короче, туда-сюда. В итоге избили его. И приезжают, короче, в Радин, а там невозможно, толпа просто съехались отовсюду евреи, на этом поезде приезжает великий Равысроэль-Мейер из Радина. Они говорят, в шоке, вот мы, говорит, идиоты, оказывается, с нами в поезде. Хофицхайм, говорит, ехал, говорит, а мы об этом даже не знали. Давай, говорит, иди, говорит, а вот выгоняют. Хофицхайм выходит у него здесь, короче, тут весь помятый. А его на руки подбрасывают, значит, великий Хофицхайм, Хофицхайм. Те поняли, короче, что они сделали. И они бегут. Привет, Дим, да, это история знаменитая про Хофицхайма. И они, короче, как-то к нему прорвались. Рэбби, простите нас, простите, я вас прошу. Он им сказал так. Хофицхайм, как вы сказали, великий Рэбби, простил вас в ту же секунду. Даже, говорит, на вас не обиделся. Но тот, говорит, бедный еврей, которого вы избили, вам, говорит, не простит. То есть что вы думаете? То есть я оказался Хофицхайм, вы пришли просить прощения. А если бы я действительно был обычным, бедным, я вам ничего не делал. Я был просто, сами вы надо мной издевались, меня избили. Это как можно простить? Вот тот обычный еврей, которого вы побили, он не простит. Хофицхайм, говорит, вас простил. Говорит, даже не переживайте, я даже не держу за... Надо понимать, что иногда мы кривим душой, если какую-то выгоду видим или что-то. Надо относиться к любому человеку. Каждый человек – это образ Всевышнего. И только поэтому ни в коем случае нельзя умалять образ Всевышнего в человеке. Позоря другого человека, в чем проблема, лошонара. Ты умаляешь его достоинство, его целым и луким. И это большая-большая бгья, бешхина, вообще оламит. Это нельзя такие вещи делать. В нашей книге пишут, что это называется уменьшить целым и луким. Итак, мы с вами в прошлый раз учили про праздник Шавот. Да, вы учили праздник Шавот. Объяснили, да, что он шестого Сивана, что это Нун, 50 дней, поэтому у нас есть обычаи отсчитывать. Говорили про Киду, что нужно сделать его. Желательно, действительно, когда выйдут звезды. Но если очень надо, можно сделать и пораньше. Марьев, можно молиться раньше. Что мы еще сказали? Дороха Шейхьяну необходимо, да. Нельзя спать всю ночь. Что по-сифарски можно говорить все благословения, кроме Натилат Ядам и Ашалья Царь, если не сходил в туалет, а если сходил, можно Ашалья Царь, но Ашалья Царь не говорят все равно. Да, есть. Что еще? Что? Что, чтобы не вышло, больше вреда не было, чем пользы. Нельзя во время Шахарита быть как зомби. То есть нужно пробудиться и Шахарит свежачком. Читать, да, на полную. Асерет Адиброд, не нужно вставать, он сказал на это. Тем не менее, мы читаем, это как будто дарование Торы. Асерет Адиброд не говорят благословения на Мегелатру, а просто читают, выдыхают всякие благовония, украшают синагоги красивыми цветами. Есть молочное, но при этом нужно обязательно соблюдать 6 часов. И у нас в Сфарадим принято сначала молочное, потом мясное. То есть делают такой молочный, супер-мега-турбированный кедуш, от души его кушают, а потом начинают мясную трапезу. На самом деле тяжело, потому что у нас столько молочных блюд, мы когда пытались это на практике сделать, люди просто наедаются. То есть потом, как быть, мыть руки, есть еще мясное, уже как бы, ну, да, не то. Альберт, Альберт, самое главное еще то, чтобы столько не покушать, чтобы амодси не получила с мезунота. Или два раза амодси сразу делать на молочном. Хачапури, ну, как мы вчера разговаривали, хачапури все такое кушать, чтобы как амодси не получать. Ну да, нужно будет просто сказать тогда амодси. Ой, бергат амазон. И снова начать, чтобы в одной трапезе это не было. Ну, как обычно делают, да, делают просто этот кедуш. Просто интересно, что есть две трапезы. Есть вечерняя, есть дневная. Дневная считается важнее. И если уж я выбирал, я всегда делал молочную вечернюю. А дневную делал басар в яйн. Как положено, емтомную. Да, потому что на трапезе всего две. То есть, по идее, они должны быть две с мясом. Днем очень неудобно. Когда ты ее сделаешь. Есть вариант сделать кедуш молочный. Это удобно. То есть, смотрите, как мы делаем. Вечернюю трапезу делаете мясо, молоко. Дневную трапезу делаете мясо, ой, мясо, молоко, мясо и вино. И дневную мясо, то есть обычные трапезы. А именно после шахарита, шахарита, утреннего кедуша, делают молочную трапезу. Это как бы убиваешь всех зайцев. Просто это легко, если ты в синагоге учишься. Но твоя жена, твои дети, они этого ничего не увидят. Они спят. Мы сказали, у них нет обязанности не спать всю ночь. То есть, ты-то поешь молочное, а в семье, получается, не было молочной трапезы. И это проблема, да. И никого ты разбудишь. Там в семь утра домой пришел. Кому это надо в пять-семь утра вставать. Поэтому, да, поэтому, так, он говорит, что у нас, по-моему, это дело сначала молочное, потом мясное. Либо подряд, либо уже, если выбирать, не знаю, я делаю вечернюю молочную, дневную мясную. Альберт, а что, утром не обязательно мясо кушать после молочки? Имеется в виду после своего времени, само собой. Третью трапезу делать, одно слово, у меня с ним. А нет третьей трапезы, нету. Это же Йомтов. А, Йомтов только два обязательных? Йомтов две трапезы, да. Вечерняя и дневная. Вечерняя и дневная. Вот, поэтому, как бы, для мужчин проблемы нет. Ты, в принципе, можешь делать две обычные трапезы. Вечернюю обычную мясную, дневную обычную мясную. А после кидуша в шесть утра здесь, фишиво, у нас будет сиюм. И мы сиюм, заповеданная трапеза, сделаем молочный, сочный хачапури, пицца. Вот такие вещи будут. Окей. Можно сагуту на него сделать. Третье утро только молочную сделаю, третье трапезы. Но если сделаешь мясную, вот смотри, ты пойдешь спать. Нет, не мясную, утром. Утром сделай третью трапезу, утреннюю тоже надо только молочную сделать. Да, но ты же спать будешь. Вот смотри, вот ты не спишь. Шесть утра закончился шахарит. Ты сделал кидуш. Пришел в семь утра, в восемь утра домой. Ты спать пошел? Нет, трапезу как раз. Кидуш и трапеза молочная. Ты разбудишь в восемь утра детей с женой, будешь трапезу делать? Ну, я, например, с детьми всегда просто ходил. Они вместе всегда проходили, само собой так делали. А, ну вот это да, удобно. Окей, тогда вопросов нет. Тогда можно в восемь утра сделать трапезу. Молочную вообще отлично. Да. Но обычно, как бы, если это разрознено, то есть дети еще маленькие, там и жена тоже, как бы, не знаю, отдыхает. Кто же будет вставать с утра есть только, да? То получается, что ты пойдешь спать. Если ты в восемь утра ляжешь спать, ты встанешь где-то в два. А если ты в два встанешь и поешь мясо, ты уже молочную не успеешь поесть в этот день. Шесть часов не пройдет. Да, поэтому тут такое главное. Он говорит, что что бы ты там ни решил, делайте, как кому удобно. Главное, чтобы, да, шесть часов не нарушили. Танцевать в Йомтов не садкин. А ну-ка, давайте посмотрим, что такое шаме садкин. Вчера мы не посмотрели. Сегодня посмотрим. Мы за один день вчера прошли все законы шавоту на самом деле. Что хорошо. Сейчас мы их повторяем. Не. Са-ф-кин. Вот поставщика. Как думаем, что он здесь пишет? Издали по словам. Может, не отбивают ритмы. Что бы не сделать, что бы не сделать Тикунг-ли? И тем более нельзя играть на инструментальных инструментах или слушать даже записи. Окей. Обязательно днем надо постараться учить Тору, то есть не только ночью, но и найти время для изучения Торы днем и вообще поделить день на две половины. Половина удовольствие. Половина удовольствие, сон, еда, питье, что хочешь, а половина кодыш, половина руханиют, половина Йомтова всегда должна быть Тора. То есть, да, какие-то такие вещи, молитва, Тора, все это читается. Альберт, скажи, пожалуйста, мне вчера просто Йоханн сказал, что, ну, не суть, кто сказал, что Тейлим уже приравняли к изучению Тора. Хотя просто я раньше не слышал об этом, это так или не так. Ну, смотри, что он пишет. Вообще он не упоминает, родной. Тейлим, он говорит, тикун. Потом говорит, геморрай пуским. Есть, которые учат сефера митсвот шерамбам. Такие вот вещи. Вчера это говорили. Мы вчера это говорили. А что мы говорили про Тейлим вообще? Это очень хорошо учить Тейлим. Вы сказали, что это очень хорошо. Учить Тейлим всю ночь? Нет. Нет, не знаю. Тейлим ночью не читает. Да. Нет, я вам тоже не могу читать ночью тоже. Да, 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 я вам тоже без исключения. Он говорит, что самое лучшее по-сефански читать тикун. В тикуне есть все. И в нужном порядке. Это что касается того, что он здесь говорит. Да. И тем не менее, если тебе нравится учить гимару, И до хатсот. Лучше пусть рассказывает про Тарьяга Мишмот, Двартура, Гаду и так далее, чтобы никто не уснул. Не говорят благословение на Тору, а только Дуалот. И так, ладно, поехали. Постараться какой-то Хидуш Торы вывести в этот день, в эту ночь. Вот кто придет в Олея Яков, точно уйдет с Хидушем. Потому что он впервые там выучит ДАФ. Хорошая реклама. Хорошая реклама. Даф. Не знаю, сколько не повторяет ДАФ, Геморрину, Бри Хидушем, 1, 2, 10, 20, да, Хидуш. Такое, что-то новое, новое понимание. Поэтому, скрытое реклама. Я, да, обязательно, перевыбирайте ДАФ. Переприходите, сами не можете с кем-то получить ДАФ. И принимите участие в Сиум Масехет. Мало кто может сделать Сиум в эту ночь, за 2 часа закончить целый трактат. Вместе мы сможем. Вместе мы всегда, говорит Мишмот. Что тоже верно. Хорошо. Законы Йомтова. Мелехета Асуротва Амуту Родби Йомтова. Итак. Атуб Петра написала второе. Коль Менахалу Ясэ Багем Биямим Товим. Ахашир Яхэн Духоль Нефэ Жуул Левадо Ясэ Нахэм. Никакой работы в этот день не делайте. А кролька то, что нужно для пищи любой душе, то делайте. Да. Амши Циурата Тура. Аль Шабатон Биямим Товим Бехтайшиски. У Исраэль. Аниси Магдулим Шанасул Лагем Ашам. Потому что Тура хотела, чтобы люди не были заняты работой в эти великие дни, а помнили о тех великих чудесах, которые Всевышний для них сделал в этот день. А если сейчас дать им возможность сработать, каждый бы разбежался по своим делам. И тогда почет к этому празднику и радость этого дня навсегда были бы стерты из народа Израиля. И поэтому в Йом Тов важно освободить, собираться в бейт-мидрашах, собираться в синагогах, чтобы слушать Деврей Тура. Да, это еще Моша Рабейну постановил, что в праздник, нужно учить законы, связанные с этим праздником, за 30 дней до праздника вообще. И вообще, Шаббат Йом Тов дать человеку, чтобы он мог учить Тору. Действительно, после проклятия Адама человек занят обеспечением жизни, он постоянно в делах, он трудится, как пчелка, он все трудится, трудится. Всевышний поэтому сказал, нельзя, я тебя освобождаю от этого проклятия. Это Шаббат, иди учи Тору, Йом Тов, иди учись. Да, это время, когда человек наконец-то может, да, духовно, ради чего он действительно был создан, да, делать то, ради чего он создан. И поэтому запрещена вся работа в Йом Тов, за исключением работы, обратите внимание, ради пищи любой души. То есть не просто это должно быть ради пищи, а ради пищи любой души. То есть это должно быть что-то, что необходимо всем. Будем говорить про курение в Йом Тов, да. Пока больше, когда очень много людей человечество курит, можно сказать, что курение – это охельнефеш. Но если это какая-то такая вещь, только ты ее любишь, да, как бы люди это не любят, то большой вопрос, можно это или нет. А? Йом Тов, поэтому он называется Йом Тов. Можно? 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 Можно я? Можно я? Можно я? Можно я? Можно я? Через час. Знаешь, в чем идея? Что огонь можно переносить? Йом Тов. Можно. А чувство никотиновой нехватки похоже на чувство голода. Это ничего не делаешь. И это охельнефеш. Это равно люди курят. И есть, которые разрешают. Есть, которые разрешают. Есть, которые разрешают. И так сказали мудрецы. Нет разницы, нет разницы между шабатом и йом Товом, а только охельнефеш. Но, как мы сказали, нужно разделить любой Йом Тов на две половины. Первая половина – это часы, то есть 12 часов потратить на молитву, на изучение Торы, Бекмедраш и прочее, а половину на праздник, на покушать, попить, поспать и так далее. То есть, смехат Ахак. Летела половина лахэм, половина ла-шэм. Охельнефеш шейно мефиг. Та, мква, ла-шэм. Идем на осэм арабь, вьем Тов, или царок, вьем Тов. Афа, аль пи-кэн мутар ласцуту биом Тов. Вау. Почем, он в каждом месте, немневле катхила ла-шэм, 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 ла-шэм. Есть такое, на самом деле, да, Аллаха, видимо, не идет по Мишне, Мишна разбивает. Первая Мишна, это Мишна Йомтов, называется Мишна Беа, кто учил трактат Талмуда Беа, он знает, что первая Мишна занимается вопросом, да, яйца, которое снесено было в Йомтов, можно ли готовить, да, с будних, с Йомтова на Шаббат. Так есть такой универсальный закон, оказывается, в Йомтов можно делать только те виды работы, которые, если бы ты сделал до Йомтова, оно бы испортилось. Например, да, то есть, как бы, я хочу какие-то вещи сделать сейчас, в Йомтов замешать салат, там, не знаю, если сделаю это до Йомтова, он будет вообще отвратить, его невозможно будет, поэтому, окей, горячее что-то делай в Йомтов. Ну, например, растолочь соль, что тебе мешало это сделать до Йомтова? Почему ты не, там, пшеницу не сделал муку? Это можно было сделать до Йомтова. Делай это до Йомтова, но он пишет на Аллаха, даже те вещи, которые не потеряли бы свой вкус, например, разрешается размельчить горчицу или, там, перец в Йомтов. Почему? Потому что если я сделал бы это до Йомтова, оно бы потеряло бы, все бы испарилось, это уже было бы не то, оно бы всю остроту потеряло. Я имею в виду на следующий трапезе? Прямо во время трапезы можно это делать? Это можно шаббат делать, если я сейчас это съем. Да, непосредственно перед едой. А если, типа, имеется в виду, что на Йомтову можно даже положить? Да, просто намолоть, намолоть, и давай, теперь поварать, приготовят, сыпят, там, что-то делают. Но он говорит еще больше обречать, он говорит, можно даже делать вещи, которые не потеряли бы свой вкус, если бы ты сделал их до Йомтова. В Йомтову все равно можно их делать в Йомтову. Миколь Макомна, но лучше, говорит, лучше устрожать. То есть он говорит, это как закон, как устрожение. Такие вещи лучше, если ты не так не потерял бы, сделай их до Йомтова. Зачем бы делать что-то в Йомтову? Мудрецы не хотели поварить в Йомтову в день, как бы, да. А, что, делать будет нечего в Йомтову, давай оставим на него все это. Ни в коем случае, да, чтобы этого люди не делали. А только то, что нужно для Йомтова. Это хенуга, например, пирожное, которое можно было, в принципе, приготовить до Йомтова. С ним ничего бы не было. Или сварить какие-то, там, не знаю, сухофрукты. Это можно было сделать за неделю до Йомтова, они бы никак не испортились. Почему ты это делаешь в Йомтов? Правильно все это сделать до Йомтова. Дремло, но если ты это не сделал до Йомтова. Так знай, если ты этого не сделал по закону, ты можешь делать это даже в Йомтов. Единственное, что я бы тебе советовал, он говорит, да, сделать это без Йомтова. То есть сделай, приготовь, но приготовь измененным способом. Итак, правило номер один. Запоминаем. Вещи, которые можно было без потери для их качества сделать до Йомтова, надо стараться делать до Йомтова. Если ты этого не сделал, не сделал, окей, то допускается сделать это в Йомтов, но вешиную, то есть измененным образом. Извел локтем, например, соль подробить, да, ничего не было, что ты не сделал это до, почему не сделал, пшеницу не приготовил, в муку не превратил. Это можно было спокойно сделать до этого, вот он другие примеры здесь приводит. Но ты не сделал, вот так получилось, я там запыхался, но не получилось. Буду все делать Йомтов. Окей, говорит, раз уж ты это будешь делать, делай это как-то измененным способом. Не ступкая, ложка, я не знаю, измененным способом. Кстати, вот, если виноград его размягчать, это считается, что меняет вкус, выжить руками? Является ли это измененным способом? Нет, измененным вкусом. Почему измененный вкус? Ну, то, что до этого, я говорю, если не меняется, что вы сказали? Да, ты можешь сказать, что я хочу свежее вино, свежее виноград, что я бы, конечно, выжил там до Йомтова, но он сейчас уже был бы не то, да? Я хочу вот прямо сейчас, свежее. Окей, если так, то можно. Да. Это называется, как бы я делаю, потому что до Йомтова это было бы не то, потеря вкуса. Выжимать, схитав, шаббат, сухет, ради дана, это авуда, ав, 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 это вообще ав. Ав, ав, ашель, в Йомтову, лезур эхилат гаса, чек, который готовит в Йомтову, ради эхилла гаса. Такой, ситней трапезы, кагон шея шева, савея, извиняюсь, кагон шея савея, кавар мээхиллато. Такой, ситней трапезы, кагон шея савея, кагон шея шевея савея, кагон шея шевея савея. Окей, закон такой. Рабутай, ты можешь делать все, что необходимо для приготовления пищи. Охель нефеш. Но мы знаем знаменитое правило. Знаменитое правило, которое говорит, что когда это очень надо быть еще мудрым человеком в этом отношении, уметь себя контролировать. Трапеза считается трапезой, только если ты получаешь от нее удовольствие. Но зимой, когда шабаты короткие, и когда вторая трапеза практически перетекает в третью, ты знай, если ты объелся на второй трапезе так, что тебя тошнит и больше есть не хочешь, твоя третья трапеза вообще не засчитывается. Ноль. Не засчитывается. Тогда берем это в голове и начинаем следующую Аллаху. Человек, который в Йомтов готовит Ахилла Гаса. Он, в принципе, уже сытый. Он поел. Он готовит какой-то там деликатес. Уже все сытые, но вот сейчас мы еще перекусим. А потом они поели, а он приготовил еще что-то. И всех уже, да, они просто уже не могут есть. Пусть знает. Он нарушил. Его приготовление было запрещено. Нельзя готовить. Готовить можно ради еды. А его еда вот это через силу едой не называется вообще. Это не называется еда через силу. И поэтому, если он хоть был сытый, но какое-то удовольствие все-таки получает. Окей, но это вкусно. Торт, например, какой бы я сытый не был, но тортик сладкий, вкусно десерт. Но если это еще там после трех тарелок пельменей, еще тарелка пельменей, я просто уже не могу. Это не называется еда. И если я варю такие пельмени, я нарушаю Йомтов. Мы это будем учить. Работаю. Если у вас в Йомтов, многие знают, можно носить. Но носить можно ради Йомтова. Поэтому в Йомтов можно носить ключи от дома. Но если на связке ключи от дома у вас висят ключи от офиса, вы переносите ключи от офиса, которые для Йомтова вам не нужны. Это называется ИСУР. Ты нарушаешь законы Йомтова. Носить можно для Йомтова. Готовить можно для Йомтова. Поэтому, если ты уже наелся так, что тебе еда уже просто не лезет, а ты готовишь, кто тебе дал право готовить. Нельзя. И даже если ты в итоге все это запихнешь, нельзя. Это не называется еда. Дальше. Теперь очень трудный этот закон. Ради еды все можно. Ничего нельзя, но только ради еды можно. Нет этому конца. Ради еды я пойду дрова наколю, я не знаю, и разведу печь, чтобы... Я пойду в магазин, можно пойти накупить продуктов? Ради еды. То есть где? Ради еды. Все можно ради еды? Так запретили мудрецы вещи, опять-таки, пользуясь правилом номера дела. Это очень непростые законы Йомтова. Это трактат Беа, этот трактат Бейца. Очень интересно. Хотя бы на уровне Мишны. Еще лучше Талмуда проучить. Первый принцип. Все, что ты мог сделать, то есть все большие работы, связанные с оптовым, посев, жатва, сбор урожая, средств винограда, мудрецы запретили. То есть такие глобальные вещи. Например, АСРУХАХАМИМ ЛЕКЦОР САДЭУ. Запрещено мудрецы запретили жать поле или собирать виноград в Йомтов. Даже ради РОХАЛЬНЕФЕШ. МИПНЕЙША АДАМ РАГИЛЬЛИКЦОР САДЭКУЛИКЦОР КАРМОКЕЙХАД. ВНЕМСА КОЛЯ ЙОМТАР РУДНЫМ ЛАХТО. ДВИМНАМИ СИМХАТ ЙОМТОВ. Потому что человек, если занимается таким видом работы, он уже не останавливается. Понимаешь, если я начал уже собирать виноград, я его буду собирать со всего поля. Начал женать, я буду собирать со всего поля. Значит, он ушел в эту жатву и сбор. Он целый день вместо ЙОМТОВа проведет в поле, собирая свой урожай. Это то, что мудрецы не хотели. ВНЕМСА КОЛЯ ЙОМТАР РУДНЫМ ЛАХТО. ВЕХАН МАЛЕХАТ ИМУР. То же самое. Законы, связанные с ИМУР. Это собирание в снопы. ВЕДИШАТ АТВУА. И в раздавливание толчения пшена. ВЕСИХАТ ПЕРОТ И выжимка фруктов. ХАОМДИМЛИСКИТА. УВРЕЙРА. БЕРУР. Отделение плохого от хорошего. УТХИНА. ВЕРЕКИДА. Работы по распределению, раздавливанию и так далее. ВЕХАЗАЛЬ ИСМИХУ ЗОТ АЛЯ ПСУКИМ. И все эти вещи мудрецы учили из пасуков Торы. А только то, что он ест для души, равное всем, только это пусть делает. ВЕСАМИХЛИ. ВЕШМАРТЭМ ЭТА МИЦВОД. А рядом написано «И СОБЛЮДАЙТЕ ЗАПОВЕДИ». ЛО ИТАРТИЛЕХАМ МЕЛЕХАТОХАЛ НЕФЭШ ЭЛЕ МИЩИМУР ВЕ ЭЙЛАХ. То есть УШМАРТЭМ. Имеется в виду, что я разрешил тебе делать работу для еды только МИЩИМУР ВЕ ЭЙЛАХ. С момента, когда все уже готово, лежит на кухне. То есть не идти в поле заниматься сбором, переборкой, подготовкой. А имеется в виду МИЩИМУР ВЕ ЭЙЛАХ. То есть имеется в виду уже от завешивания теста. Уже мука и вода, да, может мешать замесить тесто. МИЛИЩА. ВЕАЛА. И далее. Но начинать сейчас толочь зерна и делать муку – это нет. ВЕАЛА. 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 То есть для такого уровня ты можешь начинать с момента, когда уже само по себе пойдет процесс. То есть мука смешанная с водой даст закваску. ВЕАЛА. 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 Запрещено делать. Да? То есть все. Все у тебя должно быть уже готово. И готовь уже из того, что есть. Очень важный момент, да? Окей. Мы закончили на этом семан. ВЕАЛА. 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 ДАПЕСЧИК. Например, вон она яблочная кожура. Снял с яблока кожуру. Да? Собачка с удовольствием съест и с удовольствием поест. Мукца – кожура. «ЕДАЛА МУКЦА» ,... «Да». И даже косточки, которые пригодны к собакам. Шамута талатам этому О Economistat спокойно двигать, а в Альпике на струне Талтенабе Йомтов, но в Йомтов нельзя. Почему? Может, очень просто. Почему? Что пишет Тора, можно делать в Йомтов? Только что, по сути, мы читали. Так можно для них готовить просто в этом прикол. Для кого готовить? Для животных. Ну, типа, а-ля, дать им другую, видимо, нет, иду? Нет. Потому что написано в Торе, никакой работы в Йомтов не делай, а только только что пригодно в пищу для каждого человека, только это делай. Для человека. Тебя не спасает то, что это съедобное с животными. Это должна быть пища для человека. А этим можешь заниматься. Всем остальным нельзя. А если всем остальным нельзя, то и трогать это нельзя. Что такое мухца? А как их накормить тогда этим? Вещь, которая съедобна только жижа. Посмотрим, да? И даже нельзя эти кожуру ставить в тарелку чистую, потому что сосуд, потому что сосуд, который держит эти клепот, как будто бы мы в отеле, он сам становится мухцей. Поэтому сначала пожил на тарелку, как что-нибудь съедобное, дольку мандарина, а потом засыпь его всякими там шкуркой мандарина. И там косточки и прочее. Но такая кожура, которую даже животное есть, если не будет, как, например, скорлупа орехов. Такие вещи запрещены даже в шаббат. Да, двигать? Но то, что для животных пригодно в пищу, в шаббат можно двигать. Объемтов нельзя. Еще один вид, да, мы как-то упоминали его, может быть, да? Что если сама вещь мухца, и вот ее на что-то ставишь, она делает то, на что ты ее поставил, тоже мухцей. И получается, если ты в тарелку положил мухцу, тарелка тебе тоже мухца. Но если ты сначала, ты разбираешься в волоке, ты сначала положишь что-то съедобное, что-то нормальное на тарелку, и тогда она будет так же басис гамли давара мутар. И ты можешь тарелку спокойно понести, не высыпать, мусорку все, что надо, да, переносить. Поэтому будь аккуратен. Альберт, а как мы убираем тогда эту кожуру и все такое? В шаббат, если это пригодно для животных, вообще не парься, просто убирай. Если это непригодно даже для животных, в шаббат, или если это ем тоф, то надо аккуратно, надо на тарелку, где есть что-то съедобное. И тогда ты сможешь тарелку поднять. А если они на столе, как мусор валяется, все? Чистить можно? Если на столе есть еще что-то съедобное. Ну, ты же не стол убираешь. А что? Скатерть обычно поднимаешь и стрякиваешь с нее, да? Ты говоришь, что есть скатерти? Ну, просто тряпкой убираешь все. Можно это убирать или нет? Ну, апельсин поел за столом. Кожуру оставил на столе. Теперь можно апельсин эту кожуру убрать? Да не дай бог. Да, можно, можно убрать. Да, с кожурой очень непростая история, с кожурой, на самом деле. Под столом имеет маленькое ведро для кожуры, и все. Четыре ямута можно же переносить. Без тарелки. Мукцу нельзя двигать. Ручку нельзя... Это нельзя двигать, но ты можешь прямо с руки бросать. Если у тебя рядом маленькая... Нету никакого, Карина Кишала. Что делать, если на столе апельсин, кожура? Ну, я тебе говорю, сразу кушаешь, а кожуру и прямо бросаешь туда. А если нет? Теперь-то такой вопрос. А кожура в какой момент стала мукцией? В момент отделения ее от апельсина? Так ее и держать в руках даже нельзя. Можно назвать... Пока ты ешь, все нормально. И даже Шалова говорит, пока ты ешь... А что значит, пока ты ешь? Ты кожуру не ешь. Ты кожуру отковырял от мандарина и положил там куда-то. Так вот, пока ты ее не положил, куда-то ты срушаешь. Вот и говорит, Шалова, положи ее в мусор сразу. Ну да. Есть такой момент, друзья. Многие не знают законов мукца. Например, случайно человек забыл и взял в руки электронные, взял в руки мукцу, ручку взял в руки. Ему говорят, мукца! Да, он ее бросает. Не надо ее бросать. Если ты мукцу взял, ты уже взял, ее нельзя было брать. Ты можешь спокойно пойти с этой ручкой и положить ее на место. Не надо ее бросать. Мукцу нельзя двигать. Но если ты ее забыл и подвинул, плеер взял в руки, она не огня. Альбер, тогда вопрос тогда. Где положи ее на место? Женщина свечу зажигает в шаббат. Что? Свечу зажигает в шаббат? Да. Зажигает в пятницу вечером, зажигает свечу. У нее... Она в тот момент, как зажгла свечу, она приняла шаббат. А у нее в руках осталась спичка, зажженная или потушенная. Это мукцы для него? Это спичка. Это мукцы для женщины? Это моя сразница между ашкеназимом и сфарадимом. Вот мою жену научили, что эту спичку она оставляет в этой же свечке, которую последнюю она зажгла. Она ее не может уже даже от свечки взять. Так и есть. Потому что ашкеназские женщины принимают шаббат, в отличие от сифарских, с зажиганием свечей. А если так, то обратите внимание, есть разница, когда они говорят благословение. Сфарадим что делают? Говорят, браху зажигают свечу, как обычно. Мы говорим, браху... А мы наоборот делаем. Ашкеназим сначала зажигают, потом принимают на себя шаббат. Потому что они, если они примут на себя, как она зажжет свечу. И поэтому вопроса нет, потому что она зажигает, у нее спичка, еще она не приняла шаббат, она ее кладет куда хочет, а потом, говорит, браху принимает шаббат. А, вот так. Спичку, да. Потому что шаббат она еще примет только, когда... Альберт, это все не так, как Дима сказал. Ты его сейчас запутал еще больше. Дима говорит, спичку в свечке оставляют. Да, я ему сказал, что это как бы... Ну, вот так ее научили. Я тоже не очень понимаю. Если она принимает с зажжением свечи, то тогда это понятно, это логично. А если она принимает с брахой, тогда она еще может ее выкинуть спокойно в мусорку. А с зажжением свечи... Может быть, это устражение как... А с зажжением свечи, кто-то вообще принимает шаббат? Или с брахой принимает? Не так увлечено. Кто-то так принимает шаббат? С зажжением свечей. Это вопрос. У сфарадима. А сфарадим? А у сфарадима. А у ашкиназов это с брахой они принимают. А у ашкиназов вообще они принимают тогда, когда принимают. У них свечка на это не влияет вроде. Да, да. Принято такое обычай. В самом деле, шаббат заходит, когда он заходит. Но когда ты его принимаешь, ты можешь принять шаббат на себя раньше. И с шаббат, с зажиганием свечей. Не с брахой. Но ты прав. Ты сейчас наоборот сказал. По факту получается с брахой, потому что это называется с зажиганием свечей. Просто как ее зажечь, если ты этим принимаешь шаббат? Поэтому есть такой маленький нюанс. Она зажигает свечи и говорит браху после. Как на телат ядаем. Такое тоже есть. Мы делаем митцву, потом говорим браху. Но реально мы тоже говорим браху перед вытиранием. А вытирание называется на телат ядаем. То есть все равно здесь браха перед... На телат. Окей, работай. Это отдельный вопрос. Извините. Это серьезная тема. Итак, мурцы. Так с корочками что? С апельсиновыми корочками что? Пока у тебя корочка в руке, ты можешь что угодно сделать. Если эта корочка лежит на столе, это вопрос. Надо наклонить стол, надо ее куда-то свалить или надо ее с чем-то еще разрешенными. Это ты говоришь не про шаббат, а про йом-тоф? В шаббат проще, если это может съесть животное. Я не знаю... Значит, ты говоришь, это про йом-тоф. И это... Есть разница в сифарский или ашкенадский обычай? Нет, это мукца, мукца. Мукца. Например, короба-ореха. Она что в шаббат, что в йом-тоф. Я думаю, это вообще серьезная мукца. Скороба-ореха, это даже как камень. Смотря какого ореха, Альберт. Я какое-то время назад узнал, что оказывается в восточных странах, ну даже наших, там вот Таджикистан, Узбекистан... Делают варенье? Нет, они фисташки, либо цельный орешек, ну с орешком внутри, либо просто вот эти скорлупки, они оказываются, когда молодой орех, они типа, ну мягче, они не такие каменные, они их скормят скоту, коровам особенно. Коровы на них нереально тучнеют, набирают массу, массу тела. На скорлупе? Да, и они... Это мне... Атайяр мне рассказывал, ты же лично его знаешь. Он мне рассказывал, что слушай, мы это коровам даем, они нереально тучнеют на фисташках. А пенелистик как у них нету, действительно? То есть понятно, что для коровы фисташки никто не чистит, ей дают, просто лопат имеют, как комбикорм. И они, говорят, нереально тучнеют на них. Это, говорят, уже испокон веков наши деды еще так делали. с дубами так, и выплю. Она просто научилась. Я не представляю, как она столько скорлупы съест. У нее там лопнет, там пеницид. Ну, может быть. Может быть, эта скорлупа не такая жесткая. Я к тому, что орехи орехом рознь. Понятно, что там, наверное, макадамия прям реальный камень. Есть, наверное, какой-то период созревания, когда скорлупа еще мягкая. А в то же время арахис у него всегда скорлупа мягкая. У него вот этот кокон на два орешка, у него всегда скорлупа мягкая. Поэтому я говорю, орехи разные бывают. Ты их обобщаешь просто, что орехи конкретно мучают. Ребят, вот что он говорит, нужно сделать. Сэма, он не отвечает на этот вопрос, но он говорит, как надо правильно сделать. Мутар ле тартель ахарках, акли, шебетохо апри у апруса. То есть сделай так, чтобы твоя клепа оказалась в сосуде, в котором есть что-то разрешенное. И тогда ты сможешь его перенести в ацамот и выбросить в мусор. Потому что это уже нельзя сказать, что это клепа стал мукцей, потому что на нем мукца. А так как в нем также есть с даваром мутар, вместе с даваром мутар. Альберт, они считаются в это время испортить еду, ну портить еду. Специально, когда оставляешь, которую еду можно кушать. Я просто это слово забыл, как называется, но смысл, что нельзя же выбрасывать еду. Когда специально ради этого делаешь. Бальташхит. Конечно, Бальташхит. Тогда еще вопрос, что считаете едой? Крошка хлеба это еда? Или это должно быть какое-то еда? Не считается Бальташхит. А, ну вот тебе ответ, Шалван, на твой вопрос. Меньше киза это оставляя любой еды, это уже не еда. Я к тому, что это уже не еда настолько, что ты как будто нарушаешь вот этот запрет выбрасывать еду. Я так думаю, Альберт, скажи. А я сейчас думаю, да, как мусор в шаббат выбрасывают, да? Мусор, то есть получается, ну а как, как, ну представляешь, ну реально дом свой. А кто мусор? А кто мусор в шаббат выбрасывает? Пакет, пакет выносишь? 10 гостей, 10 гостей, и ты в квартире. Представляешь, сколько у тебя мусора? Ты не можешь их в квартире расстоянилось завонять до утра. Ты должен это вынести, а ты получается, если на мусор, ты можешь даже это двигать. Конечно, выносят, ему все выносят. Наверное, полагается, что... Как можно во двор вынести у тебя эру? Нет, как ты можешь что-то вынести во двор? Тем более, мусор, который сам в себе мусор. Не эру, не эру, эру есть. Вопрос такой, мукса, мукса, это ручка, ее нельзя двигать, это не в эру, проблема. Там аж кульки, там... Я понял тебя, да. Тебе это не нужно? Тебе это не нужно? Дело ни халэй? Почему не нужно? Не, ну мне не нужна кожура апельсина, я еще не могу ее двигать. Мне нужно место, которое... А вот это если она Мохаммад Мелахтола Исур, а если она как камень это не помогает? Даже если тебе очень нужно место, а у тебя лежит кожура, извини, будешь есть, нельзя убрать. То есть это очень серьезно. Вообще с этими клепот, это очень такая непростая тема. И он говорит, чтобы выбросить ее в мусор, необходимо изначально... Я учил отдельно это дело, как нужно чистить вещи, когда у тебя остается клепа. Если она по-прежнему пригодна для еды человека, проблем нет. Но если она больше непригодна для еды человека, а только для животного, проблем нет в шаббат. Но если у тебя Йомтов, то даже если она пригодна только для животного, у тебя проблема. Это мупца. Тогда думай, думай, как ты чистишь, куда ты кладешь какую-то тарелку. То есть надо сделать какую-то тарелку для мусора или сразу мусорку реально уделить. Да, пакетка. Да, сразу отдельно. Вот это надо очень грамотно накрывать на столы. Которые знают Аллаху, они сразу людям помогают. То есть должна быть отдельная мисочка, в котором лежит один грецкий орех и туда скидывают скорлупу. и один орех в мусорку. Альберт, можно вопрос прям очень актуальный? Да, он говорит, что нельзя потом кинуть в мусорку орех. Нельзя набрать а потом положить апельсин. А что с косточками? А что с косточками? Маслины, оливки, от фруктов косточки? Что с косточками? То же самое. То же самое? Все, что остается от еды и больше от него никакой выгоды получить человек не может является мукса. Что такое мукса? В шаббат мудрецы сказали, мы вообще в празднике не трогаем вещи. Мы не трогаем просто евреи, мы на такой святости, мы не трогаем вещи, которые нам в субботу или в емтоф не нужны. Мы их не трогаем. Поэтому трогать можно только вещи, от которых ты можешь получить конкретную выгоду. Как только это превращается в вещи, которые от тебя выгоды нет, а в емтоф это вещь только, которую ты можешь съесть, то ее больше трогать нельзя. Это мукса. Камни, палки, ветки. Не трогаем. Мы не трогаем ничего. Окей, без рата шем продолжим в следующий раз. Хора, фрукты. Но я хочу открыть. Без рата шем постараюсь до завтра найти что-то интересное на эту тему. На тему я даже знаю, где я посмотрю, где я это учил. Я найду полностью вот эту историю с кожурой. Разберемся. Хорошо? Спасибо. Все. Работаю тогда до завтра. Всем хорошего дня. Спасибо большое. Наступающим шавотом до завтра. Школа всем. Спасибо.